Привет! Это первый урок моего мини-курса по программе OBS Studio. В нем мы познакомимся с окном и настроим его под себя. Я все буду показывать на OBS версии 23.0.0. Для начала давайте скачаем актуальную версию OBS. Первое. Открываем браузер. Второе. Заходим на сайт obsproject.com. Третье. Выбираем свою систему. Четвертое. Выбираем место сохранения. Пятое. Устанавливаем программу, не меняя параметров установки. Теперь, когда мы установили OpenBreadcast Software, можем ее запустить. Нас приветствует окно быстрой настройки. Закрываем его. Теперь можем рассмотреть окно. В строке заголовка указана версия программы, профиль и сцены. К профилям и сценам мы еще вернемся. А сейчас перейдем к строке меню. Файл. Здесь находятся функции с файлами. Редактировать. Здесь можно производить операции с источниками. Вид. Настройка окна программы. Профиль. Управление банками настроек трансляции. Коллекция сцен. Управление банками сцен. Инструменты и справка говорят сами за себя. Окно просмотра. Здесь мы видим то, что идет в эфир или на запись. Окно сцены. Здесь мы будем переключать и настраивать сцены. Окно источник. Здесь мы настраиваем сцены. Микшер. Позволит контролировать звук из нескольких источников. Переходы между сценами говорит само за себя. Управление. Управление потоком или записью. Теперь, когда мы более-менее познакомились с окном, я предлагаю настроить его под себя. Итак, приступим к настройке. Первое. Мне не нравится, когда окно такое большое предпросмотра, и как бы у нас слева и справа очень много места. Поэтому мы что делаем? Мы берем наш микшер и перетаскиваем его влево. В настройках микшера мы выставляем вертикальное расположение. Далее. Переход между сценами мы закидываем в управление. Следующее. Идем в вид и добавляем док панели. Добавляем статистику. Я ее добавляю прямо в источники. Вот сюда. Это на любителя на самом деле. Так немногие делают. Так. И теперь следующее, что надо сделать, это строку состояния убрать. И... 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 Зафиксировать интерфейс. Все. Вот. Как видите, сейчас уже можно с этим более-менее работать. Чуть более комфортно стало. Ну, как по мне. Вы можете настроить по-своему. Все окна можно откреплять, перемещать их по экрану. Давайте я покажу. То есть мы берем, например, сцены, перетаскиваем. Можно вынести вообще за пределы экрана. То есть отдельно ставить. Можно сверху перемещать. Это крайне неудобно. То есть тут можно справа разместить. Но это тоже неудобно. Давайте остановимся на вот таком вот виде. В следующем уроке я покажу вам, как добавить еще больше окон сюда. То есть у нас будет чат твича здесь. Будет настройки управления стримом. Ну, и будет у нас статистика по зрителям. И на этом я заканчиваю первый урок мини-курса по OBS-студии. В общем, всем пока. Встретимся в следующем уроке. Продолжение следует...